здравствуйте дамы и господа с вами елена вы на моем канале эллин элегант и сегодня речь пойдет о моей любимице рождественской королеве вот миробили дизайн и я покажу вам как она подросла сегодня 25 февраля 2017 года и откровенно говоря конечно я не ожидала что работа займет у меня столько времени но тем не менее что есть что есть не буду жаловаться работа продвигается и хотела вам показать мое приобретение потому что под прошлым моим видео о рождественской королеве разговор зашел о нити whisper прошу прощения я сказала что она мне окончать у меня всего два мотка по ключу требуется три и я переживаю что мне не хватит на всю работу и так вот это уже второй моточек он уже практически кончается не знаю видно вам или нет но уже есть просветы на самой бобиночке поэтому тут совсем чуть-чуть его осталось хотя и самой работе хочу показать что он тоже уже осталось совсем немного то есть я нахожусь сейчас на этом участке мантии королевы то есть осталась только верхняя часть мантии то есть даже если его не хватит потребуется совсем немного и у меня есть запасти шерсти я говорил также прошлом видео но может быть кто-то не видел показывают от радуги это белый цвет это номер 217 это фирма радуга отечественная поэтому в принципе можно было не переживать единственно переживала из-за того что у меня есть распушенные участки вот эти да и конечно распушить так радугу не удастся как удастся распушить вот ниточку оригинальную ниточку от фирмы от фирмы rainbow галере которая собственно и по ключу находится в этом дизайне номер 88 белый цвет это w88 и хочу показать вам мое приобретение это kid moher у меня фирма angel девочки под видео мне писали комментарии о том что они приобрели kid moher я вот не помню точно как ализе по моему да у них фирма но хочу вам сказать для тех кто ищет вообще kid moher и первый раз столкнулся с этой ситуации не переживайте по поводу производителя вообще kid moher он их и в африке как говорится да и по самой толщине ниточки хочу вам сказать что практически идентичен да он нити whisper но но может быть может быть может ну чуть-чуть вот kid moher поплотнее эта ниточка whisper она немножечко такая рыхловато я да то есть плетение у нее не очень я вот к сожалению максимальное приближение не могу вам устроить поэтому как вам показать даже не знаю плетение у нее не такое не такое прочное как у kid moher основного но это может быть и за и составе зависит от состава нити могу к сожалению найти конча вот и на окончании нити чтобы вам сравнить на темном участке вот вам две ниточки до whisper и kid moher на максимальном приближении вот смотрите как они выглядят на темных участках то есть в принципе это одинаковые нити но вот я бы сказала поплотнее попольше пуха находится в kid moher от angel у меня вот но я не знаю я думаю что в вышивке этого не будет так сильно заметно единственное может быть если распушить участок то он будет гораздо пушить это нужно будет мне вышивать им если мне хватит оригинальной нити то я дошью конечно да я собиралась видеосравнение делать для того чтобы оно было полноценным нужно вышить будет участок и оригинальной ниточкой и kid moher и поэтому просто так сейчас но вот я сейчас вам озвучиваю до что существует такой такой вариант замены пожалуйста имейте ввиду если у вас сложности найти и у меня сейчас как раз сложности я не нашла ее и поэтому можно заменить вот такие существуют варианты замена и еще хочу немножко о сравнительных характеристиках самого kid moher вот обращая вас внимание на ваше внимание значит итальянский rainbow gallery made in it и в нем 70 процентов kid moher в составе находится 30 процентов энилона и 20 ярдов и 20 ярдов это где-то но в районе зависимости от магазина на рублей это может быть от 150 до 200 рублей да вот за один моточек вы отдадите прошу прощения а вот за angel я отдала сейчас характеристики его а мохер это значит 76 процентов мохера и шелк это 24 процента шелка в состав нити входит но это естественно моток для вязания поэтому здесь вот характеристики да сколько какие спицы взять и сколько в клеточке словом это все это естественно моток для вязания но он также подойдет и для вышивки думаю по крайней мере об этом не говорили много лет назад когда я вышивала свою зимнюю королеву и не могла найти также ниточку эту виспер прошу прощения и вышивала я ее шерстью вот этой шерстью от фирмы радуга и в принципе я бы не сказала что она сильно пострадала от этого ну что ж такое а еще теперь хочу сказать по поводу цены да то есть у меня не дешевый моточек у меня он стоил сейчас 580 рублей по моему то есть за моточек фирмы angel это 50 на 580 а за виспер ну где-то сто сто восемьдесят да то есть я почитала что цена этой ниточки даже если читать здесь вот 20 ярдов а здесь длина матка 200 метров и 25 грамм то есть и даже если на метраж посчитать этот кид мохир который в матке вот в этом от angel за его метр где-то по моему я вот точно не помню расчет около двух трех рублей уходит а вот за метр виспер уходит около 8 рублей то есть даже если посчитать то естественно кид мохир будет гораздо дешевле я имею ввиду моточек до для вязания нежели чем эта ниточка виспер этого для тех кто не в курсе я думаю полезна будет информация далее я расскажу вам о самой королеве моей красавицы королеве как проходила работа но она собственно говоря очень замедлилась потому что была выставка я была на выставке как вы понимаете да то есть я была озабочена совсем другими вещами и хочу сказать что как положительные моменты принесла мне выставка так и отрицательные поэтому поэтому конечно очень много у меня съела сил и энергии и вот я каждый раз думаю стоит ли это делать или нет продолжать это или нет потому что это большой ущерб для собственной для жизни для негативные эти моменты конечно меня удручают особенно когда люди приглашают на выставку сами не являются это конечно очень приятно особенно те которые меня приглашали обещали мне привезти и не привезли некоторые вещи это тоже конечно тоже неприятно и все эти моменты конечно не отвечают и я думаю каждый раз стоит ли продолжать это или нет но это так лирическое вступление о вышивке а выставки о вышивке могу сказать что сейчас пошел уже легче учеток потому что работают стало меньше вот видите да то есть самая широкая часть королевы была в этой области да вот на собственно на ней я долго и застряла сейчас уже выше букет могу сказать что цветочки я выбрала более светлые цвета не стала шить по ключу хотя зелень оставила то того же цвета могу сказать что также я поступила с кисточкой до который находится на капюшоне королевы я тоже брала основные темные цвета шью я как вы видите без бисера почему без бисера потому что ну в принципе стирать с бисером возможно я мелхилл он хорошего качества да то есть он не линяет мне нравится когда подворот идет бисером то есть по работе мы подворачиваем бисер я конечно я прячу под пищевую пленку но все равно это не очень приятно и часто задеваешь бисер и сами бисеринки вытягиваются иногда растягиваются деформироваться ткань в общем словом это все конечно портит иногда работу при неаккуратном или когда ты не ожидаешь в принципе но можешь ее испортить может даже не ты испортишь все-таки есть и домашние животные вообще окружающие поэтому поэтому я решила в этот раз не рисковать и не пришивать бисер думаю я пришью его после стирки тоже точно так же поступаю с бэкстичем потому что бэкстич точно провисает поэтому не стоит с ним шутить и по поводу самой королевы вот вы видите что у королевы есть красивая сережка вот если вы конечно я шила с верху вниз то я заботилась бы о комплекте гораздо раньше но я сшила снизу вверх поэтому увидела я сережку не сразу и конечно подумал что не хватает конечно королевы комплекта в качестве перстня и в качестве небольшого браслета и соответственно пришла эта идея конечно не вовремя мне пришлось распороть этот участок под перстень и вот я пока не порола до участок под браслет но я думаю делать пороть это или нет точно жалко всегда очень тканит и всегда возможность пропороть не знаю как это будет может быть просто сверху положить золотую нить от фирмы клиника не знаю я пока в раздумья что это делать или нет вот это мои небольшие дополнения в этой части тоже в этой части сюжета я тоже убрала темные цвета и не хочу как бы я их использовать такие как те которые есть по ключу и вот темные цвета сейчас мы на распечатки не видим с вами темные цвета они так бросаются глаза на потому что картинка собственно не очень большая расширение не очень большой она очень сильно засвечена вот видите блик от вспышки то есть здесь цветопередача она не является достоверной то есть здесь гораздо королева ярче светлее нежели чем в оригинале в том числе и ткань а вот здесь хочу сказать что мне не очень нравились вот эти темные участки которые я вышивала блендом таким серым пятном например на мой вкус это не очень красивый поэтому этот бленд я решила убрать в этой в этой части капюшона королевы и я оставила другие цветы но словом не буду говорить про все эти номера это долго очень рассказывать поэтому особенно по берегу нервите которые считают что нужно шить только по ключу и так не буду говорить о всех заменах потому как прошлые разы я получал негативные комментарии по поводу замен такого рода что что вы как вы можете равнять себя с дизайнером это боги мы не имеем права вообще оставлять свое все что хотим изменить это не наше дело нужно вышивать обязательно по ключу и вообще ваши ваши сюжеты уродливы зачем вы это делаете словом вот прошу слабо нервных не смотрите о моих заменах и поэтому не буду я подробно об этом говорить я заменяю я считаю что это правильно и прошу не писать такие комментарии они полетят конечно же в бан и хотела только показать вам видите как какого размера королева то есть она достаточно большая большого размера получается работа и надеюсь что я все-таки и закончу хотя вот уже качается календарная зима и очень жалко что она не закончена я планировала конечно закончить это гораздо раньше но вот что есть то есть поэтому если у вас есть какие то вопросы если вы собираетесь вышивать этот сюжет пишите под видео я вам с удовольствием отвечу надеюсь что это видео мое было интересно и надеюсь что я в скором времени закончу закончу вышивку этой работы а далее я планирую видео ставить прогулку небольшую зимнюю прогулку есть у меня небольшой видеоматериал поэтому кому интересно московские достопримечательности оставайтесь со мной а кому нет с тем я прощаюсь и благодаря за внимание с вами была елена желаю вас самого наилучшего и успехов творчества и встретимся на канале и в продолжении я вас приглашаю дворянскую садьбу дурасова сейчас вы видите большой дворец который был предназначен для торжественных собраний вот его колонадо и вход главный вход дворец который сейчас существует раньше он был со стороны пруда и я хочу вас сегодня вот смотрите садьбу дурасовых и дворец памятник центрального назначения я хочу с вами поделиться это этой волшебной экскурсии по такому чудесному месту мне посчастливилось записать эту экскурсию то и точнее час этой экскурсии не судите строго не все вошло в запись но тем не менее будет интересно я надеюсь что многим из вас вот план усадьба люблино и опять же видно большой дворец это находится неподалеку от станция метро люблино в москве и так мы с вами внутри дворца и видим что представлял себе дворец до реставрации вот старые его фотографии практически вся лепнина и росписи были утрачены но сейчас он прекрасном состоянии и ждет своих гостей открывая дверь сейчас вы видите масленицы до детки праздновали то есть правильной нашей экскурсии была масленичная неделя съемки были 23 февраля 17 года это было на масленичной неделе и такие яркие гуляния в том числе в этом дворце среди и детей школьников а сейчас мы с вами в одной из зал мужской зал и дворца я приглашаю вас на экскурсию будет очень интересно экскурсия пожалуйста не пропустите думаю что вам понравится плюс чулки и туфли вот так выглядел аристократический костюм той поры но известно что дворянин дурасов был на военной службы именно во времена екатерины второй обратите внимание здесь и портрет екатерины второй и уже в начале девятнадцатого века он изображена усадьба такой как ее запланировал архитектор еготов и изображены дополнительно фасады наиболее значимых построек удивительным образом усадьба сохранилась до наших дней в начале девятнадцатого века дворянин дурасов приобретает земли на высоком берегу реки галидянки в восьми верстах от москвы по его распоряжению создается пруд то есть река была запружена и этот пруд сохранится до наших дней отечества именно на красном щеке серебряный лук и стрела если прочитать штриховку с другой стороны герб неполный тем самым показывает что первый из рода дурасовых перешел на русскую службу из польши но все таки все таки во времен дурасов отличался гостеприимством хлебосольством и радушием в люблинскую усадьбу очень любили приезжать московский аристократ более но все же я все же до наших дней портрета дворянина дурасова не сохранилась по крайней мере неизвестен известно только словесное описание компаньонки княгини дашку и который сюда приезжал он торжество тысячи восемнадцатом году сюда приезжал в долг стоящей императрицы марию федоровна которая отметила довольно высоко все достижения дворянина дурасова ей очень понравился оранжерея и получается вот это символ подарка дворянина дурасова в долг стоящей императрицы но в долг стоящей она именовалась лишь только потому что ее супруг павел первый трагически погиб в результате заговор в марте 1801 узнать картины верещагина отступление наполеона из москвы пожар москве совет филях но и работу других художников например тильзийский мир все это говорит о том что дворец пережил нашествие наполеона в 1812 году но видимо из-за удаления от москвы и из-за того что по донесению разведчика в один день здесь обедал сразу 40 французских генералов скорее всего что дворец не сгорел не был уничтожен воссоздана атмосфера гостиной где могли проводить время с ударами поэтому приятный голубой цвет коллекция вещей которые понадобились государине для того чтобы приехать на бал например сюда и страниц из модных журнала на немножечко меняется стиль ампир уступает вот такому стилю талия встает на место на бал сударыня могла надеть вот такое платье либо изготовлены специально платье причем считалось что на одной в одном и том же платье на разные мероприятия приезжать до ноги бал длился по несколько часов к ряду и поэтому на ногах могли быть вот такие танцевальные буквы обратите внимание туфли середины 19 века их не одевали в течение ста лет поэтому они стали еще более изящно на плечи сударыня набрасывал палантин обратите внимание на как на картине адольфа и с помощью палантина сударыня могла с одной стороны утеплить свое платье свой костюм другой стороны показать открыто накопления либо закрыта здесь ударами изображена так что было понятно 19 веке что она не против общения но все-таки это домашний портрет так как пальцы остаются открыты но считается то что сударь и сударыня даже руку друг другу подавали в перчатках безукоризны чистой перчатки был признаком аристократизма но кроме этого в руках у сударыня должен быть веер здесь два веера конца 18 века и 19 века темный веер скорее всего подходил бы для почтенных сюда тем самым они показывают свой статус больше бы подошел юный сударыня которая может быть в первый раз приехала на бал кроме веера в руках у сударыня была сумочка редикюль здесь две бисерных сумочки внутрь такой сумочки вкладывались запасная пара перчаток и книжечка карне вот такая книжечка посмотрите она полу раскрыта из черепахового панциря здесь представлен в эту книжечку сударыня записывала кому какой танец обещала во время бала считалось то что надо было танцевать со всеми обещать танец всем с одним и тем же сударем танцевать более трех танцев подряд это дурной тур но одновременно сударыня помнила кому какой танец обещала и знакомилась бал все-таки был местом были добавлены летние деревянные домики которые тоже сдавались в аренду так сказать отдавались отсюда название дача но все-таки культурная жизнь в усадьбе продолжалась и поэтому в 1866 году возможным ознакомиться в бывшем пансионе для дворянских детей возможно обстановка была такая поскольку здесь представлена небольшая коллекция мебели фирмы мельцер и компания поставщика его императорского двора и такая мебель покупалась охотно в том числе и купцы она была в киеве но все же но все же известно что здесь отдыхали писатели врачи и учителя очень представитель творческих профессий но тем не менее дворец сохранился он не изменил своей архитектуры принципиально и сохранил как внешние украшения так и а внутренние роспись и какие особенности украшения парадных залах давайте сами вместе разберем собственно говоря вот это является основным экспонатом сохранившиеся внутренние украшения здесь проходили баллы но гости не были ограничены только стенами мраморного зала смотреть огромные виды они сейчас хорошо видны в отличие от фамилии я снили которые были на колонатах летом двери открывались и по колонатам по большому кругу можно было пройти все парадные залы дворцами но и центральной возможно в этом был замысел но все таки по названию мрамор зал вы с легкостью определите что стены не украшены мрамор но это не настоящий мрамор это искусственный который в начале девятнадцатого века был в моде и стоил гораздо дороже чем настоящий особая техника стука а именно когда использовался шлифованный гипс кусочки настоящего мрамора краской секрет мастера создавал структуру сохранились росписи модного итальянского художника доминика скотти посмотрите украшен плафон росписью пир бака на острове нацис который еще раз подтверждает что дворец был построен только для одной цели для того чтобы здесь проходили пиры волнулись но все-таки дворяне считали что даже развлекать необходимо просвещаться и и альбир начало девятнадцатого века обратите внимание внизу орлы как символы древнеримской империи и каждый хотел показать величие своей империи как будто она берет свое начало в древнеримской империи поэтому античность имеет определенный смысл и значение именно в начале девятнадцатого века поэтому и дворец построен в стиле зрели более приятным делам и солдаты сейчас пройдут его заберут от возлюбленный запут в тюрьме ненавязчиво но тем не менее показали вот такую особенность того времени во дворце могли быть не только подлинные вещи ну и например копию как копия венеры италийской немецкого автора да но копия имеет не смысл вложение капитала а просветительский смысл так чтобы в доме были представлены но все-таки если здесь проходили баллы то перерыв проходили в особый круглый зал гости сперва попадали в круглый зал и здесь как будто бы новый день начиналось торжество посмотрите паркетное солнце плаход украшен триумфом венера еще раз подчеркиваю тромб это торжественный утренний выход здесь открытое небо и как будто бы свойственно было освещать колонны в стене грязали с одной стороны кажутся настоящими уже упуглыми на первый взгляд но на самом деле они нарисованы на плоской стене с помощью серой краски и разных оттенков удается передать свет и солнечного света предназначение этого зала раскрывает роспись над розовым зала а именно жертвоприношения здесь изображен пир людей богов жертвенный дым это пища богов круг ставился огромный стол за которым было рассеяться сразу 30 гостей и одновременно гости слушали музыку музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дворец 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 Часы французской работы, они более интересны своим украшением, нежели часовым механизмом. Тогда часовый механизм был не столь точен, как сейчас. И в продолжении я хочу вам рассказать о живописной летописи русской усадьбы. Это продолжение экспозиции, которая находилась на третьем этаже Большого дворца. Здесь были представлены авторы как представитель современного искусства живописи. И также старинные работы, которым уже практически 100-150 лет. Мне очень понравились вот эти работы масляные. Мы с вами видим, да, Евгений Онегин, выражение Пушкина вверху, да, строчка из Евгения Онегина. И вот этот прекрасный пейзаж. Холст масла, он немножко уже тронут временем. Вы видите, да, трещинки как будто обработаны каркелюром. Но очень хорошая проработка, да, сюжета. Смотрите, как тонко прописано все. И сама усадьба, да, и пруд, и фигура. Мне очень понравилась эта работа. И вообще вот моя любимая масляная живопись на холсте, она, конечно же... Ну, конечно, и мастерство художника, вот смотрите, как прописано хорошо. Сюжеты и переданы, и воздух, и свет. И вот эта с приусадебной атмосферами того времени, она, конечно, окунает. Вот это помещий дом, помещий дом, работа 19 века. Также мы с вами видим такую же работу, наполненную солнцем, такой, впоенный солнцем. Также эта работа 19 века, века усадебного дома и так далее. Многие красивые работы. Хочу сказать, что экскурсия, конечно, продолжалась гораздо больше, и информации было гораздо больше. Сначала хотела я переозвучивать, рассказывать вам о большом усадебном доме сама. Но поняла, что вот оригинальная экскурсия, она, конечно, будет интересна, и оставила исходную запись, исходный звук. Надеюсь, что вам понравилось. А вот смотрите, усадебный дом, да. Тоже такая старинная работа, тоже очень яркая, очень хорошая, хорошо прописана. Понравилась мне и мраморная гостиная, и розовая гостиная, и круглая помещение, да, в которой находился стол, как вы уже помните. Там изумительная акустика, и все это говорит о том, что действительно Дурасов очень любил представления. У него свой был оркестр. Оркестр, он понимал толк в архитектуре, чтобы звук был и менялся в зависимости от местонахождения, да, в самой зале. То есть все продуманное, очень хорошо продуманное. Вот эта идея большого дворца, правильного креста, формик правильного креста, вписанного в круг, она, конечно, меня поразила очень мудро. Да, то есть можно пройти вокруг дома, да, не проходя внутрь, то есть проскользить по периметру, не входя внутрь. Это в те времена, когда не было асфальта, конечно же, было не заменено, особенно для пышных платьев барышень. Поэтому очень многие моменты я подмечала очень интересными в архитектуре этой усадьбы. И поражалась, да, и мудрости и Дурасова, и архитектора его, и вообще в правильности, да, расположения всех комнат именно дворца поразило меня это убранство. Понравилась мне очень Венера, было непривычно видеть ее в темном камне. Всегда она была изображена в белом мраморе, а вот там Венера была в темном, было непривычно. А сейчас мы видим портреты семьи, то есть семейное гнездо и портреты, семейные портреты, которые находились в усадьбе. Как вы уже поняли, усадьбы владели не только Дурасовы. Точнее, Дурасов умер в молодом возрасте, да, около 30 лет ему было. Он был неженатый, наследников он не оставил, поэтому усадьба перешла его сестре и владел ей уже муж сестры. И потом менялись, перекупали из усадьбы другие собственники, и поэтому усадьбы владели многие семьи. И, как вы уже поняли, да, она была национализирована в советские времена, и там уже было географическое общество, да, насколько я помню. И, собственно, ему мы благодарны, то, что, в принципе, усадьба оставалась такой, как она и была, то есть она категорически не перестраивалась. То есть, в принципе, она осталась такой, как и была, хотя, конечно, жалко, что убранство, внутреннее убранство было утрачено, потому как я очень люблю Кускова, усадьбу Кускова, там и шпалеры, все ткани на стенах, и даже практически вся мебель осталась такой, аутентичной, которая была при ее хозяевах. И это, конечно, очень впечатляет. А вот мы с вами видим уездных барышень, это портреты, девичьи портреты. Вот этот портрет мне очень понравился, тем более вот эти цветы, настоящие цветы, которыми была украшена девушка, очень красиво. Но мне они напомнили, конечно же, вышивку, что видит ушивальщица везде эта вышивка. Также уездные барышни, это была любимая тема Пушкина. Здесь она была описана и представлена, и развернута, есть и произведения Пушкина в этой теме были развернуты. Развернуты, то есть любил он уездных барышень, их скромность, их набужность, их настоящесть, если можно так сказать. И, конечно же, вот взглядываясь в эти лица, ты проникаешь в эту атмосферу, в эти предметы, и погружаешься полностью, идет полное погружение. Тем более мне повезло, вот как вы поняли, да, на первом этаже было представление детское с Масленицей, кричали они и пели громко. А вот на третьем этаже была абсолютная тишина, и мне удалось поснимать вдоху и попроникнуться в эту атмосферу. Вот смотрите, какой очечник интересный. Он из бисера сделан. То есть, видя все эти предметы, ты погружаешься и понимаешь, что жизнь совершенно другой была. 200 лет назад люди были другие, очень интересно, какими они были. Мне кажется, мы проигрываем, здорово проигрываем им, и нам есть чему у них поучиться. А вот смотрите, бисерная работа. Это просто поразительно. Настолько мелкий бисер. Я работала ювелирным бисером, но это гораздо меньше по размеру, да, чем мой ювелирный бисер, которым я вышивала икону. Просто была поражена этими вещами. Думала, каким же иглами это происходило. Вот бумажник, да, бисерная вышивка и сумочка из бисера. Думала, какими же иглами производили эту вышивку, потому что совершенно тончайшие должны быть предметы, потому что, ну, очень мелкие бисеры, очень красивая работа и смотрятся очень ярко. И вот несмотря на то, что им, ну, практически 200 лет, они смотрятся очень красиво. Ну, на мой взгляд, да, для рукодельницы это всегда притягательно. Вы должны меня понять. И вот опять же портреты ювелирных башеней без окрасок, без приукрасок. Вот истинные лица, природные лица, как ту красоту, которую дала природа, да, и сохранил художник. Просто поразительно. И портретная галерея в усадьбе. И я опять вам напоминаю, что портреты, вот видите, посреди мы смотрим императорицу, да, Екатерину. То есть портреты в то время, это было совершенно не то, что сейчас. Не каждый мог себе позволить иметь масляные портреты. И портреты имелись от царствующих императоров и императриц до всех, принадлежащих к роду. И также бывших владелец этих домов. То есть это была портретная галерея, была сродни фамильному древу. И очень ценилась, и хранилась, и приумножалась. То есть отношение к портрету было совершенно не такое, как у нас сейчас. То есть сейчас мы даже не знаем, что такое холст и масло, насколько сложно найти художника, который бы удовлетворил запросы хозяев и изобразил именно то, что они хотели, да, угодил хозяевам. И в то же время был правдив и беспристрастен. И хочу сказать, что мебель, некоторые мебели, вот видите, да, все же оставалась той оригинальной, которая была в усадьбе. Хотя вот хочу сказать, что многие вещи были собраны, да, с других усадеб. Очень мне жалко, что не сохранился оригинальный дом Дурасова. Он многим нам рассказал, что это был за человек, и вообще, что это за щедрая была натура. Но те постройки, которые существовали, рядом с домом у него была оранжерея. У него практически круглый год выращивались огромное количество растений. И благодаря оранжереи он и сохранял в холодное время. Поэтому многих в Москве своих гостей-посетителей удивлял экзотическими фруктами, в том числе и ананасами. И вот этот большой дом, дворец гостевой, говорит о том, что он был очень гостеприимен. И летопись говорила о том, что первую усадьбу, которую можно обязательно, даже не можно обязательно посетить, нужно было, это находилась усадьба Люблино. Люблино. То есть каждому путнику были рады. Его принимали как дорогого гостя, и об этом знала вся Москва. И рекомендовали именно посещение Москвы начинать с этой усадьбы. И мы с вами видим, что в большом доме есть еще и театральная комната, а также есть театр, здание театра в наборе зданий, которые принадлежат, построены были Дурасову, то есть он очень любил театр. И также он имел пансион, какой же было сказано в экскурсии. Экскурсовод рассказывал, что у него был пансион, при котором воспитывались дворянские дети. Вот этот портрет мне очень понравился юноше. Неизвестный художник и портрет неизвестный. Вот смотрите, портрет неизвестный, 1813 год. Неизвестный художник. Просто поразительно. Такое лицо, как будто я где-то видела его вчера. И так хорошо прописано, что лучше любой фотографии. Вот что такое масляная живопись. Это просто непредаваемо. То есть эта работа может жить при хорошем уходе, может жить веками. И передавать нам птичевские фотографии. Это не взгляд художника. Художник подмечает то, что может быть даже фотографии не заметит. А вот мы с вами видим театральную комнату. Это, конечно, реконструкция. Потому что небольшая комната совершенно в Большом дворце была посвящена театральным этим декорациям. Вот шумовые установки, с помощью которых там и ветер, и гром, и все подобное воспроизводились. А это вот парадный вход в усадьбу, в Большой дворец. Вот мы с вами видим колоннаду. Тот самый круг, в который вписан правильно четверкоренечный крест. Крест – это здание. Само здание. А колоннаду, вот видите, это круг, в который был вписан. Также можно было по нему прогуляться. Видите, это же на возвышение на небольшом сделано. То есть ни осадки, ни плохая погода не помешали бы прогуливаться по периметру. А вот мы видим большие ступени, которые вели, собственно, к пруду. Это был главный вход. Он раньше был главным во времена Дурасова и выходил к пруду. Ну, естественно, правильно был рассчитан архитектором и хозяином. Вид шикарный. Несмотря на то, что сейчас все заснежено, вы не видите, не понимаете, да, перспектив и конец этого всего пространства. На самом деле мы находимся на горе. В подножии горы есть небольшой водоем. Вот даже лодочная станция, да, была на заднем плане. А сейчас вид снизу, с небольшой лесенки на большой дворец, видите, Дурасова смотрится очень торжественно и очень празднично. И снег, видите, как огромный снег, хлопья снега. Снег шел целый день. Хочу сказать, что этот вот 23 февраля был поразительно, да, попал в историю метеонаблюдения. Тем, что это было рекордное низкое давление в этот день. 726, да, миллиметров для Москвы это было очень низкое давление. Для Москвы норма 745-46, да, может быть, чуть побольше миллиметров ртутного столба. То есть метеосчислить им было очень тяжело. Ну, здоровым людям в сонной такой стане это все посвящало. Вот я вам показываю лодочные станции, да, на другой стороне водоема, да, реки. Это, опять же, та же река, с которой у подножия, да, находится холма, на котором стоит усадьба. И вот огромное количество снега. Хочу предвосхитить, что к вечеру пошел дождь. И на следующий день был дождь, и целый день лил дождь. И поэтому все эти красивые белые сугрупы, они совершенно были сметены. И вот это был последний бой, который давала зима. То есть зима боролась с весной, потом была на следующий день совершенно весна. И через день был опять холод. То есть такие были интересные перепады температуры от зимы к межсезонью и к такой солнечной погоде. А здесь мы сейчас видим с вами оранжерею, да, западный флигель. Оранжерея осталась, она сохранилась. То есть небольшая ее часть была, оранжерея изначально гораздо больше. А дальше мы видим с вами дом-пансион. Тот самый пансион, в котором росли на попечении Дурасова дети. Вот, смотрите, пансион для дворянских детей. Также архитектор Яготов в 1806 году был построен. То есть Дурасов занимался благотворительностью, он воспитывал детей, обедневших дворян. А дальше театр, здание театра, в котором, собственно, и проходили все представления Дурасова. Они были очень частые и очень ценились московской публикой, потому что у него был большой штат актеров, постоянный штат актеров. И, конечно же, затратилось очень много средств. То есть на хорошем уровне находился театр, что любил, собственно, и сам хозяин Дурасов. Поэтому это говорит о его предпочтениях, да, оранжерея, да, театр. И вот его такие попечительские наклонности. То есть он был благотворительным, он занимался воспитанием деток. Вот, опять же, здание, это второе здание, там, где жили актеры. Дальше мы видим с вами кассу музея, в которой можно приобрести билеты для посещения усадьбы. Дальше закованные ограды. Вот это мы с вами видим хозяйственные постройки, которые, на удивление, были как одна, сохранились абсолютно со времен Дурасова. То есть главный дворец не сохранился. А вот хозяйственные постройки с театром и зданием для актеров, они сохранились. Кстати, эти дома сдавались, как уже сказал экскурсовод. И часто были, это были дачные дома в начале нашего века, до революции, да. То есть здесь было огромное количество дачников. А дальше опять на заднем плане мы видим с вами большой дворец. И вот, опять же, дома для актеров, они соединены между собой колоннадой. На заднем плане фотография также центрального купольного, купольной комнаты Большого дворца. Здесь проходит представление. Также здесь находится школа для детей и творческая студия. Вот вы видите, да, ансамбль подмосковной людьми. Ну, здание театральной школы для детей. Я надеюсь, что вам было интересно со мной окунуться в дворянскую усадьбу Люблино. Надеюсь, что я сюда вернусь в летнее время, посмотрю, как это выглядит здесь все прекрасно в летнее время года. А я с вами прощаюсь. С вами была Елена. И встретимся на моем канале.